Сегодня 97-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, или как ее стали называть в последнее время, Октябрьского вооруженного переворота. В 1917 году, 25 октября по старому стилю и 7 ноября по новому, отряды восставших солдат и матросов Петрограда захватили почту, телеграф, телефон и, что особенно важно, временное правительство. Руководили восстание Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов и другие большевики. По мнению современных историков, Октябрьский переворот стал следствием Первой мировой войны. Экономика России переживала тяжелые времена. Солдаты, прослужившие к тому времени уже три года, рвались домой в деревню, которая загибалась без рабочих рук. Военнопленные не спасали положение. К тому же, достаточно много средств уходило на их содержание. Поражения на фронте усугубляли недовольство царем и правительством. Советская власть в Чувашии установилась 30 октября 1917 года в Чебоксарах и затем в Ядрине и Алатаре, к марту 1918 года в волосных центрах и селениях. Борьбу за советскую власть возглавили группы большевиков, которых к тому времени оказалось немало. Иван Кадыков, Александр Косарев, Илиадор Филиппов и другие. В феврале 1920 года состоялся первый Всероссийский съезд коммунистов Чувашей, обсудивший вопрос об организации советской автономии чувашского народа. 24 июня 1920 года Ленин и Калинин подписали декрет в ЦИК и СНК РСФСР об образовании Чувашской автономной области с центром в Чебоксарах. Тогда же был утвержден и революционный комитет Чувашской автономной области, который возглавил Даниил Ильмень. Можно сказать, Октябрьская революция в Чувашии не потребовала много крови. Здесь не расстреливали дворян и купцов. Они благополучно уехали задолго до начала политической бури. Не жгли помещиков, поскольку их и не было. Крестьяне в республике были государственными. Эти самые крестьяне встретили новую власть с радостью и надеждой. Кровь полилась потом, когда надежды не оправдались.